всем добрый день вы на канале голубика днепр и продолжаю рассказывать отвечать на вопросы которые возникают в процессе моих видео для начинающих тех кто еще не понимают как развивается голубика и как конкретно выглядят веточки по которой я говорю что нужно удалить значит что какие вопросы поступили спрашивает как же выглядит все таки цветочная почка у меня уже было видео на эту тему но сейчас хочу вам показать для тех кто не видел кто не нашел это видео смотрите вот идет молодая ветка голубики на ней на кончиках находятся вот такие вот толстенькие круглые шарики это цветочные почки уже сейчас видно как заложила урожай голубика и ниже этих толстых почек находятся незаметные почки они будут просыпаться весной они более тоненькие они остренькие и незаметны это будущие листики поэтому вы можете прийти посмотреть на свои кусты и определить если у вас цветочная почка второй вопрос какой мне за не задавали что такое корона каким образом развивается голубика что обрезать как понимать что это корона что это не нужно обрезать вот как формируется корона плодоносящие веточки на голубике покажу уже на обрезанных смотрите сначала голубика дает ветку прироста потом на следующий год эта ветка дает боковые приросты и уже на этих боковых приростах формируются цветочные почки точно также более старшие ветки они уже дают более старую корону здесь есть молодые приросты старые приросты и вот на кончиках этих веток формируются цветочные почки то есть такой веничек разветвление это так называемая голубичная корона вот еще пример вот веточка здесь я прищипнула здесь пошли разветвление на цветочные почки дальше хожу по всему огороду показываю как раз чтобы было понятно ответы на ваши вопросы как выглядит от плодоносивший кончик голубики где в прошлом году были были ягоды смотрите вот идет та же самая корона на которой есть молодые приросты на которых есть цветочные почки и у этой ветки вот окончания посмотрите вот этот засохший так его еще многие называют кукурузка он коричневый засохший то есть уже ничего от этого кончика не нужно ожидать здесь были ягоды прошлого года и эта ветка дала много приростов где будет еще рожай так вот именно вот этот кончик ну понятно что секатором я отламываю вырезаю скажем вот он вот как выглядит от плодоносивший показываю дальше вот опять формируется здесь я еще буду делать обрезочку вот смотрите от плодоносила засохла коричневая нету никаких почек не цветочных не почек с листиками все вот это нужно убрать вот это нужно убрать опять следующая веточка вот смотрите пошли цветочные веточки и плодоношения она коричневая с пятнышками засохшая вот как выглядит так называемая кукурузка она не нужна это санитарная обрезка обрезается и сразу после плодоношения можно обрезать осенью можно обрезать весной когда у вас есть время и вот я делала пересадку были у меня кустики обрезы на моложение то есть здесь остались только молодые веточки есть кустики которые я еще не проредила то есть еще планируется обрезка потому что у меня был акцент побыстрее пересадить а уже обрезать я буду чуть позже для того чтобы голубика начала укореняться и расти на новом месте вот приблизительно так до обрезки выглядят кусты вот так они будут выглядеть у меня уже весной то есть я оставлю только самые молодые самые продуктивные веточки и вот еще почему я расскажу что я люблю все таки делать весеннюю обрезку но февраль март мисс потому что при пересадке еще с листьями я сделала здесь вроде бы хорошую обрезку теперь я подхожу к кустику посмотрите какая захущённая корона насколько здесь много цветочных почек мелких коротких веточек которые нужно половину убрать как убирать у меня уже есть несколько видео читары 14 видео уроков разных возрастов разных кустов разных сортов поэтому можно посмотреть задавайте вопросы спрашивайте что вас интересует по уходу за голубиком весь сезон уже более 350 видео где только на тему голубика поэтому фактически на все вопросы я уже могу вам ответить еще такой вопрос задавали по незнанию обрезали куст как можно сказать декоративный куст то есть обрезали все кончики укоротили сделали круглый кустик будет ли плодоношение естественно если вы удалили все плодоносящие веточки то вам придется подождать еще год если у вас была не такая жесткая обрезка у меня есть видео в котором я рассказываю я наверное его прикреплю в комментариях что голубика если вы не успели сделать кардинальную обрезку может заложить цветочную почку еще весной то есть самая активная самая большая закладка вернее урожая происходит конечно же осенью но весной голубика сама по себе себя еще как бы урожайная она она не оставит вас без ягоды поэтому можно видеть что зацвела голубика через какое-то время опять появились какие-то новые цветочки почему и продляется ее плодоношение потому что вот в два захода формируется цветочная почка ну наверное на сегодня все всем хорошего дня хороших урожаев до до следующих видео на канале голубика